здравствуйте никита привет добрый день как дела отлично вот покажу вам где мы живем давай как мы живем первый этаж нас ну тут мы как бы проводим репетия всякое тут не очень приобрела вот но в принципе как и у спортсменов часто бывает мало времени очень вот кухня наша да это наш доктор роман михалыч это нашли берега касаткин вот так у нас проходит медпроцедуры то есть вот замызанный стол там у нас токи штаны буду делать мы восстанавливаемся и отдыхаем сегодня у нас на столе и горка садки мы его будем сегодня немножечко так хрустеть мять восстанавливать перед игрой на которого возможно сегодня попадет составе здесь у нас необходимые физиотерапевтические аппараты инструменты и средства для восстановления наших ребят мы следим за их состоянием здоровья и пытаемся максимально без этих в наилучшей форме так что да у нас все в норме все идет своим средством то есть все профессионально привет сейчас покажу свою комнату где я живу больше время провожу в отдыхе тут у меня кровать тут у меня телевизор там пластейшен но как бы смотрю фильмы отдыхаю то есть общаюсь здесь я один живу устанавливаюсь как давно ты в молодежном факеле второй сезон нравится да тут все про супер это одна из лучших команд в принципе я считаю в россии условия тут великолепные то есть нужно еще попасть как бы тут где-то попадают надо стараться и попадать в такие клубы как попасть ну ты должен что-то уже уметь чтобы сюда пасть ну хотя у нас уже есть группа готовки но все равно туда не берут всех то есть надо что-то уже уметь волейбол волейболом но расскажи как вы учитесь в школе ну я учусь в университете вот то есть там заочно я пытаюсь что-то делать дома как бы мне идут на уступки потому что я не могу делать весь объем которые делают там я приезжаю домой потому что стараюсь ходить на пары а так тут то есть как-то там что-то пишу конспекта какие-то отправляю по почте дистанционному да да потому что иначе не а ребята которые ходят в местную школу за ними приезжать насколько знаю автобус да возит у них у них раньше выезд они выезжают им специальное время пишут они завтракают едут в школу то есть и потом тренируются и также автобусы все приводит то есть и школу в школу отводят у них с этим все порядке и проверять каждом ожидания потому что этого никуда надо делать все эти раза прошли дай совет пожалуйста родителям и молодым игрокам которые хотят попасть в молодежные клубы что ты им посоветуешь ну в первых надо тренироваться перед этим чтобы какой-то попасть то есть тренироваться желание она бы как бы просто не попадешь сюда вот а родителям в любом случае перед тем как убрать ребенка папа мама должен приехать посмотреть где ребенок будет жить как он будет кушать как он будет учиться то есть родители не должны бояться идти на такой шаг да тяжело брать детей на дальнее расстояние в столь маленьком возрасте но тем не менее это как бы если он хочет он должен ехать обливаться своих целей чего хочет я думаю большинство профессиональных игроков прошли этот путь это очень тяжело да это очень тяжело я 12 лет уехал от родителей но это как бы зато я стал самостоятельным то есть я самостоятельно решаю все проблемы у меня были я все делаю сам вот ну а с родителями конечно связи я надеюсь что все получится у меня в жизни и это будет все все не зря плюсов конечно больше чем минусов конечно да расстояние ну такая жизнь спортсмену это можно не идти в спорт ну или если ты идешь ты идешь по полной все пойдем там покажу еще что у нас есть здесь у нас туалет душ у нас на каждом этаже свое вот тут мы делаем свои бытовые дела вот то есть и как бы тут мы живем на первом тоже то же самое только плюс стиральная машинка сейчас показываем всем так передались пойдем не так здесь мы стараемся и вещи то есть каждого домика и стиральная машинка тут туалет первого этажа вот здесь я бы тоже все дела делаем нужны вот ну там у нас сушилка просто обычная комната вот здесь мы сушим вещи у нас много сушилок очень здесь вот и камин хотим там покайфовать можем растопить попить чаем вместе такое тоже бывает вообще вы часто собираетесь ну все вместе внизу нам ну не смогу хочу часто нам хватает этих двух тренировок мы два часа утра вечером все вместе то есть это может даже некоторые отдыхают друг от друга что нам хватает этого всего если мы жили пока по квартирам когда мы собирать больше а так мы живем все вместе кушаем вместе все делаем вместе то есть как бы бывает но редко с ребятами в кино ходите развлекаетесь как-нибудь городе доходим выезжаем но у нас как-то мало времени на это все то есть мы отдыхаем их умение пытаемся отдохнуть в баню сходим попаримся и спим отдыхаем в основном тренировка у чего да 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 не ездим выезжаем но мы прошли то есть так нельзя просто и находим вот мой домик вот наша огромная территория лучше там у нас баня находится и тут у нас можно оказаться на лыжах это наш тренажерный зал большой вот сейчас мы покажем внутри вот там у нас находится столовая а сколько домиков на территории жилых 44 домика и все наши все факел живет там тренера и ребята грубой подготовки и молодежный факел вот здесь мы качаемся как проходит занятие в тренажерном зале но у нас тут приезжают мир а вот два тренера то есть тренер по фп и тренер по любому то есть ну и врач конечно вот нам дают каждому листик у каждого листик вся программа и занимается а тренер там наблюдает дает свои указания то есть все все дело правильно потому что очень важно может получить травму а так мы все делаем правильно под контролем конечно да то есть самим нельзя ничего большого тягать пойдем покажем второй зал где мы разминаемся и готовимся к тренажерам уже к весам здесь у нас карди карди тренажеры если мы разминаемся до того как мы будем уже заниматься по программе вот здесь мы делаем кардио а здесь мы тянемся это наш зал фитнес-зал вот тут у нас проходят тренировки бывают скорости силовые то есть без веса тут мы прыгаем подтягиваемся и разминаемся и заминаемся работа идет так ну что пойдем столовую да пойдемте покажем чем питаемся у нас очень много еды очень вкусной еды и очень полезной еды вот так мы постоянно гуляем у нас все прогулки есть то есть в расписании нам вставляют прогулки после ужина вот мы уходим гуляем пейзаж вид шикарный вот рядом да 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 лес рядом то есть гуляем тут как бы отдельно ушники и ходишь так модель час походить или два когда нечего делать вот собственно ваше столовое приятного аппетита так если раз холодильник с йогуртами забитый весь то есть вечером мы берем йогурт и оптимельки на завтрак и йогурты на вечер кефир молоко то есть сыр все здесь есть у нас вот наше второе макароны это как бы углеводы мы постоянно кушаем это либо курица но в основном курица то есть все куриное давайте она у нас в основном вечером индейка вот сейчас суп наберем вот это у нас первое постоянно суп едим потому что надо кушать полезно еда как дома да да шикарно нашим поварам да очень разнообразно да то есть у нас постоянно к же меняется и холодец нам дают и селедку то есть рыба и красную икру нам давали то есть и компоты разные красные так все спасибо большое как всегда очень вкусно вот все до вечера вот вам показали все что есть как бы кушаем где мы тренируемся в пп где мы живем то есть тут лучшее условие подписывайтесь на канал тайтанц волейбол занимаетесь волейболом играйте волейбол и зажги факел болеть за факел а